Привет, это Мавайвлог, канал о том, как делать классные видео. Меня зовут Рома. И меня зовут Даша. Никогда не понимал, это такой хитрый макет или невероятно сложная обработка. На фото еще можно поверить, но на видео, как они это делают? Мне это сразу напоминает мою любимую игрушку детства. В моем случае это Лего. Помните эти маленькие машинки, поезда, человечки? Их двигаешь, а сам такой маленький и чувствуешь себя гигантом. Хотя тебе всего 5 лет. Наверное, оттуда у меня комплекс бога. Но как тогда в действительности большие здания и огромные тачки на видео выглядят меньше, чем пицца по акции? Чем бочтайм твоего бывшего? Да это никакой и не макет просто. А в кино и сериалах даже и не обработка, а специальный эффект, который называется tilt-shift. Tilt с английского на клон, а shift сдвиг. Все еще ничего не понятно? Еще бы. Мы попытались получить видео с эффектом tilt-shift самым быстрым и простым способом. Вот что у нас получилось. В нашем случае это была обработка. Но немногие знают, что на самом деле эффект tilt-shift достигается при помощи специальных объективов. Например, вот так выглядит tilt-shift объектив Canon 17 мм. Стоит в районе 150 тысяч рублей. Напишите в комментариях, сколько это в Rollton. Он может двигаться как вертикально, так и вот в такой необычной плоскости. Конечно, его главная функция заключается не только в том, чтобы создавать эффект кукольного городка, но именно это прославило это семейство объективов. В первую очередь, такие объективы решают проблему с искажением перспективы и созданы для съемки архитектуры и интерьеров. Например, такая оптика спасает, когда в кадре здания как бы заваливаются. Помните заставку к сериалу «Шерлок» на BBC? Она такая красивая и необычная. Для ее создания были использованы как раз tilt-shift объективы, как и при съемках вот этого фильма. К сожалению, у нас нет tilt-shift объективов, как и в оксковородке. Но до жути хочется повторить этот кукольный эффект. В интернете множество статей о том, как создать tilt-shift эффект на фотографии с помощью различных фоторедакторов. Но нам-то про видео интересно узнать. Так что мы попытаемся повторить этот трюк в программе «Видеоредактор Мовави Плюс». Рассмотрим внимательнее оригинальные видео. Мы видим, что сверху и снизу есть замыленные участки, а в фокусе только центр. Когда мы снимаем с небольшого расстояния макет или что-то размером со спичечный коробок с максимально открытой диафрагмой, мы получаем очень похожее размытие. Именно из-за этого размытия нам окажутся, будто перед нами крошечные машинки и домики, а не реальные здания и автомобили. Закидываем видео, выбираем вкладку «Фильтры», «Категорию размытия». И вот перед нами три варианта. Hilt-shift посередине, сверху и снизу. Вы можете выбрать в зависимости от вашего кадра. Да, этот способ не дает вам свободы в плане того, что выделить, а что замылить. Но вам еще может пригодиться такая функция, как кадрирование. Вот здесь, в настройках. Готово. Да, способ не идеальный, но если очень хочется поиграть в Уливера, а покупать дорогой тилт-шифт-объектив вы еще не готовы, слишком хочется кушать, то почему бы и нет? Теперь вы можете создавать свои микромиры или подчеркнуть, как мал человек в масштабе вселенной. Надеюсь, этот выпуск Мавай-влога был вам интересен. Ну а если нет, напишите в комментариях, что было не так. Я все читаю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...